Екатерина Гусева живет в бывшем заводском общежитии уже 8 лет. Она состоит в совете дома и жалуется на бездействие управляющей компании «Гарант-сервис», которая уже три года обслуживает дом. Нужно делать ремонт, и деньги на счету дома должны быть. Но где они, Екатерина выяснить не смогла. Директор, она не дает нам отчет по деньгам, которые у нас находятся, арендные деньги. У нас стоят вышки, то есть за 2014 год по отчету, там было 450 тысяч начислено, да, как бы за арендные деньги. Сейчас у нее отчет выставлен на сайте о том, что этих денег нет. Они хотят иметь наш дом в своей власти, как говорится, но как таковой работы они не выполняют, абсолютно ничего не делается. Тут в сердце топит, а у меня как бы топилось прямо в саму комнату. Обращались туда, к ним неоднократно составляли акты нам, сказали, что говорили, что денег нет. Ну, а деньги на самом деле были. Среди прочих проблем жильцы назвали трещины по стенам. Переполнены мусорные контейнеры, холодная вода вместо горячей, много тараканов. Между тем, суммы за коммуналку набегают немаленькие. Метраж моей комнаты составляет 13,1 квадратный метр. То есть я плачу свет, вода и ремонт и содержание, это все 5 тысяч у меня уходит. Недовольные работой управляющей компании жители решили сменить ее. Провели голосование, но результаты до сих пор не признали. К слову, уже во время подготовки материала в редакцию 12 канала обращались люди, которые представлялись жителями дома и назвали обслуживание дома приемлемым. Насколько это соответствует действительности, предстоит выяснить сотрудникам государственной жилищной инспекции. Специалисты начали проверку. В управляющей компании уже заявили, что проблем в обслуживании дома нет и ремонты начнут после общего собрания. В отчете на 1 января 2016 года, уже за 2015 год, сумма средств 942 780 рублей 64 копейки. Данные денежные средства с баланса никуда не списаны, они есть, потому что по закону, только по решению общего собрания собственников, можно эти денежные средства распределять на ремонты. Но пока что идти на контакт с коммунальщиками Екатерина вместе с единомышленниками не готова. Общение в основном ограничивается взаимными упреками. Через несколько дней должны появиться результаты проверки жилищной инспекции. В случае необходимости жильцы обещали бороться за права с помощью прокуратуры. Нина Ихлакова, Сергей Павлов, Новости.